Такие станки как лазерный гравер многие недооценивают. Сегодня попробую засунуть кучу различных материалов в него, взятых в местах сбора бытовых отходов. Ведь это же просто бесплатный расходный материал. Сделаем тайник для денег из книжек, подставка для телефона из задней крышки от убитого телевизора, кухонные доски вырезанные из крышечек от пэт бутылок, но и немного преобразную виниловую пластинку, Сделав из нее настенные часики, а еще попечатаю на мебели, игрой верну свой логотип на стене. Садись поудобнее видео будет длинным. На 3d принтере я печатал почти из всех существующих полимеров. Пришло время и другим материалам. Привет, привет здравствуй мой друг, давайте тянуть не буду начнем. Всякого хлама в помещении X достаточно, так что наберу различные материалы и буду испытывать их. А режутся ли они вообще, что из них можно сделать, сколько времени понадобится и вообще, какого качества может резать такой тип станка. А вот и сам станочек который мне прислали китайские друзья, да не боись никаких обзоров. Так инструкция, да она для боттонов, что тут по инструкции, две палки собирать. Достаточно посмотреть один раз картинку, да и вообще я получаю кайф от сбора неизвестных вещей. Такой тип станка, как лазерный гравер, я собираю впервые, да и никогда не приходилось мне пользоваться данным аппаратом. Я даже программное обеспечение не представляю, какое тут может стоять. Ух, как красиво работают эти штучки, даже не знаю как это правильно называется. Наверное динамический кабель-канал, а вот и частичка светового меча джедая из звездных войн. Мощностью 10 ватт, пока я не понимаю, насколько это много или мало. Ни хрена себе, как он здоровый. Ребятки и закмер, даже ключ сделали. Теперь у меня уже точно не угонят этот станочек. Без программного обеспечения, а именно графического редактора, этот станок просто железяка. Так что давайте посмотрим, что там нам записали на флешечку. LandBurn с таким графическим редактором, я еще не сталкивался, так что посмотрю краткий видеокурс. Ну и после чего эту пробную версию крякнул, но сами они отказались от денег. Ну что, первая прорисовка прямо на столе. Нарисовал линейку, чтобы постоянно была под рукой и конечно же в первой гравировке я сразу накосячил. Первым делом надо надеть очки, техника безопасности превыше всего. Но и не выставил высоту, из-за этого луч не совсем фокусируется. Надо было сперва тест на какой-нибудь бумажке произвести, предварительно уменьшив мощность луча. Но я посчитал, что почему-то уже на 100% кручу и верчу этот станок. Так что в следующий раз буду испытывать. Надеюсь, что хоть размеры точные получились. Это же как татуха, со стола уже ее не свести. Ну а теперь давайте творить дичь. Интересно, а работает ли он в вертикальном исполнении? Да, для этого нужна переделка. Всегда хотел на стене что-нибудь напечатать. В планах даже было принтер струйный собрать. Скажем так мобильный, чтобы где прислонил, там и отпечатал. В общем станок мне надо поставить в вертикальное положение. И для этого я конечно же воспользуюсь подручными средствами, что под руку попадется. Лазерный блок и сама ось очень тяжелые для такого небольшого движка, похожего на Немо 17. Так что здесь придется приколхозить противовесы. Такое исполнение механизма эксплуатируется, например, в лифтовом хозяйстве. Вообще это интересная деталь. В схеме домового подъемника он не только компенсирует вес кабины с пассажирами и грузом, что позволяет снизить тяжесть всей системы. Во время торможения противовес помогает использовать избыточную кинетическую энергию, превращая ее в электрическую. Тем самым позволяет дополнительно сэкономить на электричестве. Давайте проведем тест прожига фанеры, найденной на улице. Не хочет печатать. Ну а что, я зря все это затеивал. Все дело в том, что здесь стоит датчик горизонта на головке. Вот у него даже индикатор есть, что гравер криво стоит. От кого такую защиту поставили, я же один такой еб... Вот она плата управления лазером. Сперва я хотел найти эту гребаную радиодеталь и на выход просто зацепить логическую единицу. Наверняка он так и работает. Но в голову пришла мысль намного проще, а почему бы не поставить саму плату по горизонту? Для этого мне пришлось нарастить провода на вентиляцию, так как они были очень короткими. Да и еще канцелярская скрепка помогла в качестве держателя самой платы. Вот да колхоз какой знатный, но это временно. Давайте испытаем станок непосредственно на стене. Именно для этого я задумал всю эту переделку. Здесь скорость я поставил 6000 миллиметров в секунду. Мощность луча 40% от 10 ватт. Да рисунок будет более тусклым, зато не обуглит рабочую поверхность, а вследствие не будет мазаться. Скажем при 80% была бы четкая черная картинка. Ну кайф, конец домашним стенам, надо привести его в порядок. Вроде ускоренное обучение прошло, но это не все что мне прислали китайские друзья. Есть еще докомплект. Я не показать хочу вам, а наоборот задать вопросы. Вот это что органайзер какой-то или просто транспортировочная прокладка? А вот эта штука, напоминающий поворотный стол, меня очень заинтересовала. И в будущих сериях я порежу лучом пэт бутылки, фляжка, брелки, заготовки, подвизитки. Это понятно, ну а зачем здесь стекло? Только на его поверхности гравировать или можно какие-то внутри стекла рисунки делать? Еще прислали фанеру, да давно я не получал дрова по почте. Но вот это уже что-то интересное, стол для резки. Просто эта посылка пришла мне намного позже, чем первая. Вот из-за этого я ее распаковываю только сейчас. Надо посмотреть что он вообще режет и уже после этого начинать резать всякую фигню. Жалко мне убивать такую фанеру. Вот есть обращение, порежу его. Думаю 5 миллиметров для этого станка будет не проблематично. Что-то мне кажется в комплекте еще не хватает, потому что к головке есть подводка для шланга. Вон как вырезаемую деталь гадит. Скорее всего здесь должен еще подаваться воздух. Надо делать какую-то вытяжку, воспользуюсь вот этими шлангами от пылесосов. Думаю что все это фигня и для такого типа станков нужен какой-либо короб с широкой гофрированной трубой. Ну или хотя бы что-то вроде тена, которым при резке можно накрыть. Ну да ладно, для испытания на мучу пока такой вариант. У меня есть и другое место, где я с легкостью мог бы резать без вентиляции. Потому что помещение большое, но там стоят датчики дыма, а точнее пожарная сигнализация. Я думаю что они постоянно будут срабатывать. А ты как думаешь, хватит ли такой концентрации дыма, для сработки пожарной сигнализации? Пожалуй давайте беспределить с этим резаком. Расходные материалы, такие как панера, денег стоит. А зачем тратить лишние деньги, когда есть мусор. Например вот эта крышка от ЖК телевизора. Не вздумая включать плохого танцора, которому яйца мешают. Не бывает нерешаемых задач, некоторые бы сделали так. Сперва вырезали бы болгаркой нужную ему пластину. А потом бы уже стали вырезать на станке то что им нужно. Да, к сожалению в комплект мне забыли положить насос. Воспользуюсь вот этим блоком от ингалятора. Мне не нравится вырезать всякие там домики для кукол, портретики девочек. Надо применять такие станки с пользой. Если кто видел моих куриц рабов и сколько я потратил времени на печать. В следующий раз я его не буду печатать, а просто вырежу. Это сократит время на многие часы. Сейчас же провожу просто тесты. Тем более еще на материалах взятых в местах бытовых отходов. Катерина мне заказала какой-нибудь простенький держатель для телефона. Чтобы на работе всякие сериальчики смотреть. Сделаем! Тем более из этой крышки их можно сделать несколько штук. Как видите рез получается отличный. Как будто бы выжигателем его вырезали. В толщину материал более 3 миллиметров. И совсем забыл сказать, что эта крышка сделана из материала ABS. Который очень часто попадается в местах складирования бытовых отходов. Так что за расходниками тебе далеко ходить не надо. Достаточно пробежаться по дворам. С другой крышки от телевизора я вырезал детали для более мощной вытяжки. Но к сожалению тут компрессор не включил. И вы видите, что по бокам черный нагар. Но это тоже не беда, водичкой смывается. Если хочешь, чтобы я вставил коротенькое видео про эту вытяжку. Оставь буквы под видео. Давайте пожалуй отвлечемся от резких вторичных материалов. Книга. Лучший подарок другу на день рождения. Только мне такой подарок не нужен. Так вот сейчас все справочники есть уже в цифровом виде. А книги едут просто на помойку. Почему бы не использовать их? Для начала спозиционирую гравер, где мне нужно вырезать окошко. И проведу тест вот на этом небольшом букваре. Чтобы понять в какую глубину вообще можно резать. Думаю что бумага для такого станка будет резаться как масло. Станок вроде трехосевой. Но забыл я к сожалению указать настройку смещения головы по оси Z. Так что приходится подкручивать вручную. В общем вот такой тестовый тайничок получился. И все бы ничего. Но к сожалению луч обуглил края бумаги. И все это дело очень отлично мажется. Так что я считаю брак. В общем будем собирать стенд. И здесь мне поможет детский советский конструктор. А кто в детстве играл такой на первый взгляд простой, а на самом деле инженерной игрушкой. Напиши буквы под видео. Ведь из них собирали краны, баги, все различные механизмы. И наверняка тот кто его юзал сейчас стал инженером. С лысиной на голове и хорошим мягким кожаным стулом. С красивой секретаршей. В общем как вы догадались. Здесь я буду резать скажем так по десятку листов. И на меньшей мощности. Плюс ко всему буду убирать уже прорезанные листы. Чтобы луч не зацеплял уже прорезанные грани листа. Просверлил я книгу для того чтобы было небольшое смещение листов. У нас закрыли техническую библиотеку. Предварительно оцифровав ее из десяток тысяч книг просто уехали на свалку. Так что не надо тут сердце кровью обливать. Это я еще спас книжки. В общем я показал нескольким своим знакомым насилие над этими книжками. На что я думал что они меня осудят. Так нет, они для себя попросили сделать такие же тайники. Так что пока оставлю стол, пригодится. А сейчас давайте попробуем порезать вот эти самодельные листы. Советская вафельница купленная за 300 рублей на авито. Отлично прессует крышки в перфорированные пластины. Ну вот же она переработка в домашних условиях можно сказать. Малышка Гретта, послать тебе одну пластину котенок. Или ты только за российский газ делаешь недовольная личика. Да прикольная девчонка. Ну да ладно давайте продолжать. В общем а зачем особо портить эту уже спрессованную и очень красивую пластину. Достаточно аккуратно ее вырезать по периметру. Включу мощность лазеря на 1% чтобы убедиться что рез пойдет в нужные мне траектории. Как считаешь нужен ли такой станок если ты самодельщик? Да чуть не забыл если тебя заинтересовал этот аппарат. Прицениться, посмотреть параметры, сравнить по цене с другими аппаратами. Оставлю ссылочку снизу, вдруг заинтересуешься. В общем как видите рез отличный. Луч легко справляется с таким типом материала. Не могу сказать его марку, так как она будет нечестной. Да большинство таких крышек сделано из полиэтилена низкого давления. Но здесь прессованы и прокладки и штрихкода наклеенные из бумаги. Так что получается смесь пластиков. Отличная кухонная дощечка получилась. Хоть в мини производство запускать. Но я же прессовал не только мелкие листы. В прошлом видео если ты не видел оставлю ссылочку. Я замахивался на изготовление строительного материала, а именно листов 1 на 2 метра. Конечно эти листы получились толще, но и красивее. Попробую их резануть. Для чего я делаю кухонные доски. Да это просто как пример. Выяснение, а вообще с каким материалом можно работать. Чтобы в дальнейшем уже начинать собирать что-то правильное. На данном изделии я еще попробую нанести гравировку. Но очень сомневаюсь что она получится. Так как цвета пластины разные. Соответственно и по степени отражения луч тоже будет резать на разную глубину. Где-то рез получается очень ровный, а где-то даже видно наплывы расплавленные. В некоторых местах лист не дорезался. Вот тут то наверное есть сплавка из разных материалов. Это надо было решить еще одним проходом, но у меня же нет терпения. Вот посмотрите, очень обалденный рез. А вот и косячный. Немножко в каких-то местах не дорезал, но это не беда. Есть же наждачка. Наждачка с легкостью решит данную проблему. А вот гравировка к сожалению не получилось. Да нормально вроде кухонная доска получилась. А что если сделать трафарет вот из этой фанеры, которую я нашел на улице и уже туда напихать крышек. После этого прессануть. Да и фанеры очень полно на улице. Всяческие старые шкафы, диваны, транспортировочные контейнера. Очень богаты таким расходным материалом. Только не путайте ее с ДВП. В общем внутреннюю часть я тоже решил использовать. Для этого я и решил выгравировать. А с какими целями ее точно применять нужно. А то такие маленькие вещицы вечно применяют не по назначению. Некоторые очень избалованные богатые детишки в ночных клубах. Ну и посмотрим на эту доску с нужной стороны. Да, такой маленький размер позволяет после использования затратить намного меньше воды. Чем это было бы с большой доской. Отвлекся опять. В общем трафарет или форма как хотите готов. Набью туда крышек и под пресс. Посмотрим чем 210 градусов и 3 минуты порадуют нас. Конечно надо было смазать чем-нибудь края. Конечно досок я настрогал кухонных не на один год. Еще и всяческих размеров. Кстати материал получился очень классный, твердый. И в то же время мягкий для лезвия ножа. Так что точить надо будет намного реже. Давайте пожалуй сделаем банальные часики из пластинки. Конечно же я проверил все пласты на коллекционирование. Ведь за редкую пластинку можно получить не одну тысячу долларов. Здесь я воспользуюсь более серьезной химической защитой. Так как винил хлорид может нехило тебя травануть. Да, дизайн должен гармонировать. Ведь если у тебя круг, зачем здесь еще геометрические фигуры другого типа. Надо использовать окружность. Так что буду придерживаться этого момента. Как только найду материал такого же цвета как внутренний диск. Вырежу вставки. Если ты хочешь чтобы я снимал больше видео. Обязательно подпишись и поставь колокольчики чтобы оповещение приходило. И по твоей подписке я уже проявлю заинтересованность. Снимать ли чаще или стоит ли снимать вообще? Как вы наверное уже догадались, что здесь будет стоять. Аккумулятор от убитых электронных сигарет конечно же. В общем думаю часики получились симпатичные. А ты как считаешь? В планах у меня еще много чего порезать. Не только порезать, а из этого нужно что-нибудь еще сделать. Например вот эти вот резины, линолеум, силиконы. Из них можно делать прокладки. Также в планах как обычные стекла. Так и стекла из органического стекла. Вот такие например необычные материалы. Кстати они держат хорошую температуру. Сделать новые часики. Но только вот из этой печатной платы, куртки, сапоги. Я их тоже раскрою на лазерном гравюре. Ну и куда же без пэт бутылочки. Я ее попытаюсь порезать вот на этом станке и спаять ленту. Ну давайте сейчас найдем малышу место. Нашел у себя алюминиевую пластину, как раз подходящую. Даже пилить не буду, так руками загну. Хорошо, хоть стены у меня не бетонные, а кирпичные. Без перфоратора долбил бы полчаса наверное. Для головы я конечно же сошью чехол. Да и мне кажется вообще чехол не мешало бы сшить на сам станок. Пиши еще что можно порезать необычного или куда необычно применить этот станок. Вот вытяжку намутил чуть помощнее. Покажу на каникулах коротенькое видео, если тебе будет интересно. Да и вообще с наступающим годом тебя мой друг. Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые переселяют мне денежки на мои будущие самоделки. Хотелось бы конечно купить новую камеру, это уже никуда не годится. Ну а я с тобой не прощаюсь. Главное не болей и храни тебя Господь. До встречи в новом году дружище. Шорох и капель ночного дождя Зашифровал надежду Выстроил мир, где ты у руля Что ж ты не спишь как прежде Я помню, я знаю Субтитры сделал DimaTorzok